Да, действительно, этот год был уникальным, уникальным потому что у нас была очень теплая зима и зима практически без осадков, поэтому основным показателем, который повлиял на продуктивность растений и который тоже относится к показателю плодородия почв, относится к содержанию продуктивной влаги. Именно содержание продуктивной влаги в зимний и весенний период способствовало тому, что на довольно большой площади, которая относится к южным регионам, южной части южной зоны, это часть Когольницкого района, часть Зерноградского района, практически весь Песченокопский, Сальский район и дальше туда, уходя к Ремонтненскому, Заветинскому району, испытывали очень серьезный дефицит влаги именно в апреле-начале мая. И только после выпадения обильных осадков эта проблема в какой-то степени была снята. Но, к сожалению, к этому времени растения уже прошли основные фазы развития и каких-то существенных изменений. Эти осадки для тех посевов, которые пострадали от засухи и к тому же еще от заморозков, которые были в марте-апреле месяце, улучшений на этих посевах особых мы не увидели. Это ситуация сегодняшнего дня. По внесению минеральных удобрений у нас очень хорошие цифры по закупкам удобрений и по внесению удобрений. Мы находимся на уровне прошлого года даже на где-то около 12% выше, чем тот объем удобрений, который мы использовали в прошлом году. В общем-то, это хорошая основа для того, чтобы дальше приступать уже к осеннеполевым работам. По содержанию элементов питания. В рамках агрохимического обследования мы проводим цикл пятилетний для каждого района. Вот в прошлом году у нас в нашей зоне обследование проводилось в Октябрьском и Сальском районе. Я хочу сказать, что показатели подвижного фосфора, они немножко ниже, чем были у нас в прошлом году, точнее в прошлом туре обследования. В этих же районах? На протяжении последних трех лет, даже больше четырех лет, он, к сожалению, сейчас вышел на плату. И если мы дальше хотим получать такие высокие урожаи, нам, наверное, нужно подумать о внесении фосфоросодержащих удобрений практически на всей территории Ростовской области. Также у нас проблема с азотным питанием. Она всегда была, но она всегда и останется, потому что регулирование азотного питания – это основной механизм повышения урожайности. К сожалению, мы усвоили этот урок, но только наполовину. То есть мы не увязываем азотное питание с фосфорным питанием. Мы все время об этом говорим, но, к сожалению, нас пока еще не все слышат. Есть серхозтоваропроизводители, которые нас слышат и которые понимают, что если низкое содержание фосфора, подвижного фосфора в почве, то азотные подкормки должны быть ограничены. В этом году на некоторых посевах мы даже не рекомендовали азотные подкормки. И это было связано и с фосфором, и с развитием самих растений. К сожалению, не все прислушались к нашим советам. И когда осуществлялся объезд в мае месяце по посевам, которые пострадали от засухи, в некоторых хозяйствах все-таки применили довольно высокие объемы азотных удобрений. То есть наложилось несколько стрессов. Недостаток влаги, заморозки и плюс несбалансированность питания. Мне кажется, дальше мы четко должны увязывать все эти факторы. Поэтому вот такая особенность ситуации, которая складывалась в этом году. И такая оценка уровня плодородия на данный момент в Ростовской области. Получая хорошее урожае, мы не должны забывать, что мы обязаны думать на возврате элементов питания и в том объеме, который вынесен. Иначе у нас опять пойдет снижение показателей. И это влечет за собой довольно высокие капиталоемкие затраты в будущем. Чтобы их избежать, давайте сейчас это держать на контроле. А вот по калию и по микроэлементам есть у вас какие-то осведения? Да, калий у нас, как всегда, высокий. Но хочу сказать, что в некоторых районах севера, особенно в районах, где легкие по гранулометрическому составу почвы, там наметилась тенденция к снижению калия. Но она генетически заложена. Потому что на легких почвах изначально нужно использовать калийные удобрения. Но так как для всей области есть такая негласная рекомендация, что у нас калия много и мы его не применяем отдельно, а только применяем в составе сложных удобрений, полнокомпонентных, то, к сожалению, на вот этот момент, что на легких почвах калий нужен и нужно его вносить, он как-то опускается. А так, там, где почвы тяжелосуглинистые, глинистые, калия достаточно. И он не показывает каких-то резких скачков или каких-то тенденций к снижению. Но отзывчивость растений на внесение калийных удобрений четко просматривается. И это тоже нужно понимать. Даже там, где его достаточно, но если вы вносите калийные удобрения, то растение отзывается и в повышении урожайности, отзывается в развитии, потому что калий существенно влияет на многие показатели развития растений в процессе вегетации. И калий, как не положится парадоксальным, влияет и на качество. Ну, в совокупности, потому что мы не можем отделить вот эту триаду азот, фосфор, калий друг от друга. В совокупности они действительно дадут нам и урожайность, высокую продуктивность и качество. По микроэлементам, хочу сказать, в рамках агрохимического обследования Мы даем информацию на каждом поле по микроэлементам. И ситуация по микроэлементам у нас традиционно. Цинка у нас практически нет, потому что цинк связывается с карбонатами. И, естественно, он закрепляется и менее доступен растениям. А по остальным микроэлементам пестрая картина. И ее нужно уже оценивать, поднимая результаты агрохимического обследования. Это особенно важно, когда мы говорим о применении водно-растворимых удобрений с микроэлементами. По крайней мере, хотя бы представлять обеспеченность почвы этими элементами нужно. Поэтому в рамках агрохимического обследования у нас дается эта информация, даются картограммы по каждому полю. Еще один элемент, который заслуживает внимания, это сера. Также в рамках агрохимического обследования в последние три года мы даем картограмму по серии в разрезе каждого поля. До этого мы серу делали рекогностировочно по району, чтобы просто иметь представление, какие значения существуют на этой территории. Сейчас мы проводим определение серы на каждом поле. И наши картограммы показывают, что в большинстве случаев ситуация с серой более или менее благоприятная. Это значение где-то больше 6, больше 12 редко бывает, но в пределах среднего значения практически у нас по всей территории Ростовской области. В общем, можно сказать, да, опять же, конкретизация будет в картограммах. Может быть рядом поле, где содержание серы может быть 6, а на следующем поле может быть 4,5. Но таких низких значений мы очень редко получаем, проводя вот эти вот обследования. Поэтому еще раз обращаю внимание, что в агрохимическом очерком есть очень много дополнительной информации, который поможет правильно оценить обеспеченность теми элементами, которые необходимы для того, чтобы повысить продуктивность растений и правильно рассчитать дозы внесения этих удобрений. Вот так. Скажите, а вот если о тенденциях попытаться, ну, скажем, на срезе нескольких лет вы наблюдаете за аграриями, сейчас многие, ну, скажем, по виду внесения удобрений или по популярности того или иного микроэлемента одно время, ну, вот на серу все там, да, надо же активно вносить сейчас, с точки зрения формы, например, многие применяют ЖКУ, да, или есть какие-то вот тенденции проблемные или наоборот, которые вас радуют, которые стоит отметить? Ну, были тенденции, когда пытались вот на фоне всех рекомендаций и информации о том, что серы недостаточно, были рекомендации использования сульфата аммония даже в подкормку. Вот это, конечно, ну, не совсем... Ну, с осени еще можно, с осени еще можно, но вместо азотной подкормки ранней весенней, вместо аммиачной селитры именно в раннюю весеннюю подкормку, когда холодно, этот прием не работает. Поэтому, ну, я приводила на совещание и результаты украинских ученых, и результаты наших опытов. Действительно, этого не стоит делать. Но сейчас смотрю по той отчетности, которая есть, все-таки не стали уже так увлекаться сульфатом аммонии в подкормку. Вот это радует. Дальше. Мы рекомендуем при посевном внесении сульфа аммофос, потому что это удоврение физиологически кислое. И мы закладывали опыты на дне поля, и они подтвердили уже три года, подтвердили, что да, действительно, при посевном внесении сульфа аммофосов на наших почвах дают хороший результат. Но, оговорюсь, там, где высокий уровень агрофона, там, где достаточно калия, потому что сульфа аммофос мы вносим только фосфор и азот. Вот это радует. Радует то, что все-таки начинается более активное использование ЖКУ, именно жидких комплексных удобрений. Есть некоторые значения в понятии ЖКУ. Когда мы говорим о ЖКУ 1137, это азотно-фосфорное удобрение, производителем является фосагра. Но иногда в литературе вы встречаете ЖКУ как жидкие удобрения. Они тоже комплексные. Это вот эти водно-растворимые удобрения, которые есть на рынке. К сожалению, иногда бывает путаница понятий. Но и те, и те удобрения имеют свою технологическую нишу. Если говорить о ЖКУ, именно как азотно-фосфорном удобрении, то перспективы этого удобрения колоссальны. Потому что в свое время, в 80-е годы, применялось довольно большой объем именно жидких комплексных удобрений. Они применялись и при посеве, и в основное внесение, и практически под все культуры. И под подсолнечник, и под кукурузу. И в технологии выращивания азимы, пшеницы, есть такой прием, когда ЖКУ используется в качестве подкормки для регулирования фосфорного питания. Это единственный прием на этой стадии развития, который поможет отрегулировать это фосфорное питание. Ну, темпы не очень высокие. Я бы не сказала, что все сразу бросились использовать эти удобрения. Но какая-то положительная тенденция есть. Я думаю, что по мере того, как будут накапливаться результаты опытов, и практический опыт самих сельхозтоваропроизводителей, это удобрение будет все шире и шире использовать. У нас были опыты практически везде, где ЖКУ пофазно применялись, на 4-5, на годы 10-15. Но мы участвовали в проведении этих опытов, поэтому этой информацией мы владеем. Слушайте, вот повышение урожайности неуклонное, которое постепенно происходит, оно же приводит к большему выносу питательных веществ. И, соответственно, больше-больше надо уносить. Происходит ли это адекватное, скажем, увеличение внесения? К сожалению, нет. Отрицательный баланс по элементам питания сохраняется. И вот в прошлом году, к сожалению, он усилился, особенно по фосфору. По калию он всегда очень низкий, потому что мы калий вносим только с сложными удобрениями. На одном уровне он держится по азоту, потому что, опять же говорю, что мы в первую очередь обращаем внимание на азотные подкормки, потому что видим результат этих азотных подкормок. Это увеличение массы растений, это все наглядно. Поэтому и как бы подсознательно ориентируемся именно на азотные подкормки. И он тоже азот, я не скажу, что мы компенсируем азот полностью, где-то до 80-70% у нас идет компенсация азота. Азот фосфор... Азот фирменный недостаток этот увеличивается? Ну, он не увеличивается, он колеблется, я бы сказала, в зависимости от урожайности, в зависимости от... ну, все-таки объем минеральных удобрений наращивается, и наращивается он в первую очередь за счет азотных удобрений. Поэтому здесь просто идет определенная стабилизация с колебаниями, и все. Каких-то других процессов мы здесь не видим. Но вообще-то я уже говорила, что то, что мы заметили, это то, что у нас фосфор, содержание подвижного фосфора не поднимается по годам исследований, а это говорит о том, что действительно вынос преобладает над вынесением. И здесь необходимы определенные инструменты управления. Мы выступаем с инициативой о том, чтобы субсидировать внесение фосфор, содержащих удобрений, под паразит. У нас в свое время, в 2011 году, была такая субсидия. Она просуществовала до 2014 года. И она показала колоссальнейшие результаты. Мы сравнивали продуктивность полей, где выполнены эти мероприятия, с теми, где рядом расположены, где эти мероприятия не выполнялись. И получалось там практически в 2-2,5 раза увеличивалась урожайность и повышалось качество. Но в 2014 году мы же вступили в ВТО, а по правилам ВТО это относится к красной корзине, и поддержка применения минеральных удобрений, она не соответствует правилам ВТО. И эту субсидию убрали. Поэтому вот сейчас, учитывая то, что были внесены изменения в закон, в программу о развитии ОПК, по-моему, 13-я статья этой программы, она гласит о государственной поддержке. И туда были внесены изменения о том, что государственные поддержки подлежат и применению минеральных удобрений. Вот, ссылаясь на вот эти изменения в данном законе, мы теперь можем говорить о том, что мы, не нарушая правила ВТО, можем субсидировать приобретение и внесение фосфорсодержащих удобрений под пары зябь. Чем еще хороший этот способ? Если мы готовим почву под яровые культуры, такие как подсолнечник и кукуруза, мы знаем, что это предшественники для зимой пшеницы. И у нас есть специальный расчет, который мы даем в отчетах по агрохимическому обследованию, где мы на основе результатов каждого конкретного поля говорим, а сколько нужно внести этого фосфора на конкретное поле, для того, чтобы этот прием сыграл роль как основного внесения под подсолнечник или под кукурузу, под яровую культуру и под озимую пшеницу. Там даются расчеты, и благодаря этим расчетам сельхозтоваропроизводитель, применяя этот прием и делает капитальные затраты, потому что там доза внесения 60-80 кг на гектар. Он, по сути дела, работает на две культуры. То есть механизмы есть для того, чтобы предотвратить падение плодородия и выйти на какую-то стабилизацию в показателях. Да, они затратные, значит, нужно государственное регулирование. Слушайте, а вот такая тенденция, мы недавно с фермером разговаривали, он говорит, что из-за жары, из-за ранней жары, в последние годы, вообще теплая зима и все прочее, он подкормил помяточный селитр и стал заменять дробными дозами касса. На ваш взгляд, насколько такой прием? Да, я знаю, знаю о таких вот экспериментах, которые проводятся. Но я за дробное внесение азотных подкормок уже давно, и в своих рекомендациях мы настаиваем именно на дробности внесения. Но я... Что там вот это... Это эффективно вообще как прием на повышение продуктивности и самое главное управление питанием растений. Этот прием известен давно, и он еще был известен в 80-е годы. Потом очень активно, точнее не активно, очень доступно на таком научно-популярном уровне, он изложен в книге Шпаара «Зерновые культуры». И я рекомендовала сельхозтоваропроизводителям прочесть эту книгу. Там теория вот этих подкормок изложена просто великолепно. Не нужно обращать на конкретику, то есть дозы, сроки. Это все должно быть адаптировано природно-климатическим условиям. Но вот теория этих дробных подкормок в этой книге описана просто великолепно. Насчет замены кассам именно ранневесенней подкормки, здесь я как бы не соглашусь с сельхозтоваропроизводителем. Может быть, просто они не могут отследить влияние этого фактора, потому что в конце концов основной результат их эксперимента – это урожайность. А вот что потом повлияло на урожайность? То, что они заменили аммиачную селитру кассом? Или, может быть, они вовремя дали этот касс, но уже по кущению, и попав вот в эту фазу конец кущения и начало выхода в трубку? Потому что у касса очень хорошая технологическая ниша – кущение. Потому что еще нет высоких температур и нет ожогов. Это растворимая форма, которая покрывает листовую поферхность. И в кассе довольно высокий процент именно амидной формы. Та, которая усваивается через лист. И здесь три формы. И вот в этой нише, именно по кущению, поближе к концу кущения, начала выхода в трубку, вот здесь ниша касса неоспорима. Здесь ни аммиачная селитра, ни сульфат аммония так не сработает, как касс. Как раз-таки за счет трех форм азота. А вот ранневесенние подкормы, к сожалению, кассу ступают аммиачной селитре. Потому что в кассе всего 8, ну, в общем количестве 8% нитратного азота. А в аммиачной селитре у нас 17%. Вот вам разница. То есть растение получает в два раза больше нитратной формы тогда, когда эта нитратная форма ему нужна. Тогда, когда ее еще нет в почвенном растворе, потому что почва холодная и не заработали микроорганизмы. Вот объяснение разницы. А то, что как бы отследить вот этот эффект, да, можно. Но тогда нужно поставить специальные опыты. Спасибо. Ну, вы чуть ближе, если подойти, собственно, к теме растительных остатков. Мы сейчас попытаемся в двух разрезах оценить, как источник минерального питания и как, собственно, потенциальный источник заражения, да, или, скажем, содержания неких патогенных микроорганизмов. Вот, с точки зрения потенциала для минерального питания, вы говорили о фосфоре, о недоступном или, да? Подвижном. Я говорила о подвижном фосфоре. Просто я вспоминаю экспертов, которые говорили, что у нас огромное количество фосфора, на самом деле, но недоступный. Да. Насколько ваше исследование или ваше наблюдение как специалиста, скажем, да, в целом по почве, насколько вы можете или оцениваете, или не на основе исследований, но, скажем, по наблюдениям, да, таким жизненным, можете оценить влияние и какие-то тенденции в этой сфере того, как живая биота в почве, да, помогает усваивать, да, переводить недоступные формы минерального питания, там, тот же фосфор, да, в доступные растения. Это тоже, по большому счету, резерв, который может использоваться, а может не использоваться. Нет, фосфор, который поставляет именно органическая масса почвы, и это в виде органических остатков и в виде биомассы микроорганизмов, это, часть этого фосфора, она очень высокая, до больше 50% фосфора находится в органической форме, не в минеральной, а в органической форме, и по мере того, как идет разложение пожневных остатков, и по мере того, как отмирают микроорганизмы, этот фосфор становится доступным именно растениям, потому что он попадает в почвенный раствор. Ну вот, данные, известные в литературе, которые мы очень часто приводим, и которые могут прочитать сельхозтоваропроизводители, что все-таки от 3 до 7 килограмм фосфора поступают в почву при урожайности 40 центнеров гектара. То есть, да, при условии их разложения. Но они все равно, в зависимости от того, какие условия разложения, они все равно будут разложены. Или через 2,5 месяца, или через полгода, все равно органические остатки будут разложены. И эти элементы питания попадут в почву. Дело в том, что их мало. И без внесения минеральных удобрений того количества, которое вернется с пожневными остатками, будет недостаточно. Потому что мы говорим, только при посевное внесение нам нужно 20-25 килограмм, а здесь 3-7 килограмма. И, ну, если увеличивается урожайность, естественно, увеличивается и количество фосфора, которое поступит с пожневными остатками, но все равно это несопоставимые вещи. Поэтому, да, мы этот источник учитываем, но он учитывается когда? Прежде чем внести удобрение при посеве, обязательно нужно сделать почвенную диагностику. И вот эта почвенная диагностика, где фосфор определяется в свежих образцах, то есть это то количество фосфора, которое находится сейчас в почвенном растворе, оно как раз и отразит и минеральный фосфор, который есть в почвенном растворе, и тот фосфор, который пришел с органическими остатками. И уже по этой величине ведется корректировка дозы удобрения, которую можно использовать при посеве, в данном случае я говорю о базивой пшенице. Александр Иванович, например, которого мы приветствуем, пытается уже некоторую культуру выращивать вовсе, да, без удобрения и с минимальной все-таки дозой? Минимальной, да. С минимальной. Ну, я спрашиваю еще об этом. Собственно, мой вопрос, я чуть-чуть, может быть, дополню, можем ли мы, в принципе, или путем ваших исследований, да, оценить, насколько активно становится биота, да, как поставщик минерального питания? Вот насколько есть здесь какие-то сдвиги позитивные, опять-таки, многие начинают, кто-то наутил использует, кто-то биопрепараты, да, кто-то там, механические способы, да. Насколько вот здесь есть какие-то сдвиги или нет никаких сдвигов? Есть сдвиги, существенные сдвиги, потому что, когда мы говорим с вами об агроэкосистеме, это управление всеми компонентами. Управление фитоцинозом, то есть культурой, управление микробоцинозом и управление микоцинозом, то есть насекомыми, микроорганизмами. Мы должны ими всеми управлять, потому что мы сдвинули равновесие, введя землю в сельскохозяйственное использование. Но до этих пор мы с вами управляли только фитоцинозом, не управляя всеми остальными. Появление микробиологических удобрений – это как раз шаг вперед. То есть мы уже начинаем регулировать не только фитоциноз, мы регулируем микробоциноз. Почему нам нужно это делать? Потому что формирование почвы – это как раз результат взаимодействия растений, микроорганизмой и той основы, на которой происходят все эти процессы. Почвообразование – это биохимический процесс. И без живых организмов он не происходит. Отделить отдельно какие-то химические процессы, которые происходят в почве, от биологических процессов невозможно. Мы говорим, что почва – это природное органо-минеральное образование на поверхности нашей планеты. Органо-минеральное. И без растений, без микроорганизмов, естественно, мы бы не получили почву как субстрат, обладающий плодородием, то есть способностью создать условия для растений по водному режиму, по воздушному режиму, по питательному режиму. Поэтому те тенденции, которые сейчас просматриваются в применении микробиологических удобрений, они правильные. Это следующий этап развития управлением агроэкосистемы. Единственное, что немножечко настораживает, это то, что нет контроля за этими микробиологическими удобрениями. Точно так же, как и за минеральными удобрениями, где мы четко знаем действующее вещество, вот точно так же должен быть контроль и за составом этих микробиологических удобрений. Потому что очень часто мы опускаем такой вопрос, как взаимодействие привнесенных микробов с аборигенами. То есть здесь вот эти исследования, они не столь масштабны. Когда затевалась зеленая революция и расширялось применение минеральных удобрений, в Советском Союзе была заложена сеть географических опытов, когда по одной методике в пределах всего Советского Союза закладывались опыты. И эти опыты потом дали представление об эффективности минеральных удобрениях во всех природно-климатических зонах. Вот такая работа должна быть проведена и с микробиологическими удобрениями. И вот тогда никаких ошибок. А если они и возможны будут, то мы будем иметь механизмы исправления этих ошибок. Вот это, я считаю, пока упущено. А так это просто шаг вперед. А у вас есть какие-то исследования, показывающие, в которых сравнивается, например, динамика, накопление питательных веществ? Там, где используются биоперапарты? Нет, к сожалению, с такими опытами к нам никто не приходил, потому что опыты мы проводим именно по хоздоговорным заявкам. В рамках бюджетного финансирования у нас опыты не заложены. Но мы сейчас подготовили к аккредитации микробиологическую лабораторию. Да, то есть дай бог, чтобы в этом году нам получить лицензию на проведение микробиологических исследований. Мы за эти годы подготовили комнаты, закупили оборудование. У нас специалисты прошли обучение. То есть мы готовы к тому, чтобы получить лицензию на проведение микробиологических исследований. Я считаю, что это очень важно, потому что, по крайней мере, будет лаборатория, которая сможет ответить на те вопросы, о которых я говорила. И если вдруг будут какие-то проблемы с использованием биопрепаратов, то, используя вот эту лабораторию, по крайней мере, мы можем ответить на эти вопросы. Знаете, один из специалистов, который у нас выступал, говорил, что правильное разложение растительных остатков, в принципе, ну, если там с помощью биоты, да, и прочее, прочее, может быть, эквивалентом внесению там 200-300 даже килограмм селитра. Ну, тут вопрос даже не в цифрах, а в том, насколько, на ваш взгляд, реализуется полностью, да, вот этот потенциал растительных остатков, которые после урожая у нас, да, на полях, в качестве источника азотного питания. Ну, вот, смотрите, если те же самые 4 тонны соломы будут разложены полностью, то в почву поступит 14-22 килограмма азота. Опять же, это не те объемы, которые... Они дополнят, однозначно дополнят, и потом с помощью почвенной диагностики вы увидите это и откорректируете. Там же есть другая сторона, когда на тонну разложившейся соломы из почвы еще забирают 10-12 килограмм азота. Да, совершенно верно. Если вы не внесли компенсационную дозу азота, то микроорганизмы, которые начинают бурно расти, они используют азот для построения своей биомассы. И поэтому здесь тоже, как бы, такой процесс обратный идет. Может быть, использован тот азот, который должен был бы пойти на развитие растений. Но что я хочу сказать в отношении именно микроорганизмов. Почва насыщена микроорганизмами, и условие для их развития является попадание органической биомассы. Еще один очень важный момент. Микроорганизмы, которые находятся в почве, они находятся в адсорбированном состоянии. Они не могут находиться в поровом пространстве, в воздухе. Они не могут плавать в воде. Нет. Они адсорбированы на почвенных частичках. И вот для того, чтобы было интенсивное раздражение пожневных остатков и более быстрое, необходим контакт почвы с органическими остатками. И тогда идет обсеменение органических остатков и более интенсивное разложение. Поэтому в классических приемах разложения органических остатков он предполагает измельчение. Размер должен быть, но в пределах 50 см, не больше. Дальше обязательный контакт с почвой. То есть это обязательное перемешивание. Это лущение, это дискование. Где-то на глубину, может быть, до 12, 10, 12, 14 см. Что при этом достигается? В этом случае, вот в этом обогащенном кислородом слое идет обсеменение органических остатков микроорганизмами. Если добавляется азот, они увеличивают свою массу, увеличивают свою популяцию и начинают активный процесс разложения. Но в присутствии кислорода этот процесс разложения идет до конечных продуктов. До углерода, до кислорода, до водорода. То есть тех продуктов, которые улетучиваются. Но они все-таки создают условия для подготовки биомассы к разложению. И вот в классическом варианте вот эту всю подготовленную к разложению биомассу нужно опустить ниже. Там, где не так много кислорода. Очень часто я встречаю такую формулировку анаэробные условия. То есть органические вещества попадают в анаэробные условия. И там формируются фитотоксичные соединения. И поэтому это отрицательно сказывается на развитии растений. Да, это будет так, но только в том случае, если вы не измельчили, если вы не подготовили эту биомассу к разложению. Действительно, когда вы ее перевернули вниз и у вас остались там довольно крупные остатки соломы растений, то тогда в этом случае при ограниченном доступе до кислорода действительно формируются токсичные соединения. Но это нарушение технологии. Вы понимаете? Это не потому, что заделка соломы приводит к этому. Это приводит к нарушению технологии. Но если же вы подготовили органическую массу к разложению и потом ее переместили в более глубокие слои, где нет такого насыщения кислорода, что происходит? Происходит разложение углеродистых цепочек на фрагменты. Не просто они разлагаются и улетучиваются углерод, а остаются фрагменты. И вот дальше эти фрагменты начинают соединяться друг с другом. И мы получаем специфические гумусовые соединения. Гумусовые вещества. Те вещества, которые потом склеивают агрегаты, являются основой для поглощающего комплекса, для обменных процессов, для закрепления элементов питания и всего остального. Вот смысл разложения поржневных остатков. И это классическая схема. И она действительно теоретически обоснована. И она практически обоснована в том случае, если вы ставите цель повышения содержания гумуса за счет заделки пожневных остатков. Абсолютно согласен. Игурский примерно то же самое говорил, когда мы с ним созванивались, когда я его приглашал, мы обсуждали эту тему. То есть измельчение, улучшение, все это, плюс внесение. Но я хочу сейчас еще добавить один аспект, вот той схемы, о которой я говорила. Вспашку вы будете проводить только в том случае, когда у вас верхний слой не сушен. Вот, совершенно верно. То есть если у вас достаточно влаги, а сколько это? Это должно быть примерно 18-20% влажность почвы. Это довольно высокий процент. Он у нас бывает в апреле месяце. такой процент влаги. Он бывает после дождей. Игурский это и чаще. Да, он бывает после дождей. Но в прошлом году была уникальная ситуация. И мы даже рассылали информационное письмо сельхозтоваропроизводителям, чтобы они использовали этот момент. Потому что после уборки прошли очень хорошие дожди. И можно было провести оборот пласта. Вы бы не вывернули вот эти вот глыбы и равномерно бы заделали пожневные остатки и в этом случае, когда есть условия для вспашки, можно еще внести фосфорные удобрения. И они пойдут как основное внесение под азимую пшеницу. Это как раз приемы заделки после колоссовых предшественников под азимую пшеницу. Вот мы сформировали вот такой информационный листок. Он сейчас у нас выставлен на сайте. Можно к нам зайти в Дон плодородия.ру или просто в поисковике можно забить просто ФГУ ГЛЦАС Ростовский. И здесь мы специально выделили приемы заделки соломы при паровой обработке почв, под яровые культуры, после колоссового предшественника, использование соломы в борьбе с эрозией почв. Тогда, когда мы оставляем все-таки солому, потому что в этом случае она действительно является экраном, который дает нам возможность предотвратить и снесение мелкозема ветром, и более равномерное распределение влаги и неформирование вот этих потоков поверхностного стока. То есть предлагаю зайти на наш сайт и познакомиться с этой информацией. Спасибо.